В региональном правительстве состоялась торжественная церемония, посвященная профессиональному празднику аграриев. Традиционно она проводится в конце октября после завершения полевых работ. Государственные и региональные награды из рук губернатора получили наиболее отличившиеся в этом году работники АПК. Владимир Борисенко – уроженец Солнечного Ставрополя. В не самую жаркую Тверскую область его привела любовь. В итоге осел здесь и работает по специальности агрономом. В одном из хозяйств Торопецкого района. У них сейчас уже на откорме 1300 бычков и большие планы на будущее. Сейчас планируем еще маточник себе поставить на 150 гонок, чтобы не закупать на стороне телят, а производить собственных. Плюс к тому пытаемся развить тепличный комплекс, занимаемся, в лаборатории своя инвитро есть. Немножко учимся, немножко пытаемся, но кое-что получается. Крупным рогатым скотом занимается в своем Сележаровском районе и Наталья Иванова. В этом году уже ровно 20 лет исполнилось, как она стала аграрием. Работа очень нравится, несмотря на то, что уделять ей приходится немало времени. Особенно в страду. Сычевская порода краснопестрая в основном у нас корову 130 голов. У нас доярки приходят в 4 часа и, как бы сказать, в 5 часов я уже там у них на ферме. Ну и в обед точно так же, и вечером точно так же с ними. И а летом у нас общего выходных никогда нет, даже по колхозу. А Геннадий Павлович Садиков на селе работает 45 лет, с самой юности. 30 из них в качестве руководителя колхоза, который в советские годы поставил на ноги, а в 90-е спас от разорения. Ведь контрагенты тогда по полгода не платили за мясо и молоко. Сейчас дела идут нормально. Стадо насчитывает 700 голов, рассказывает нам председатель, на счету которого уже есть именная благодарность президента страны. Это вторая благодарность. Это приятно, конечно, получить от президента такую награду. Он находит время когда-то еще подписать эту награду. Ну и спасибо, конечно, губернатору, что нас, селян, так не бросают. Есть внимание какое-то, субсидии получаем. В этом году Тверские аграрии показали стабильные результаты по сбору урожая картофеля, зерновых, заготовке кормов, производству мясной и молочной продукции. Поздравляя их, губернатор Игорь Руденя отметил огромное значение агропромышленного комплекса для нашей Родины. Я хочу поблагодарить вас и ваших коллег, и всех ветеранов, работников агропромышленного комплекса. Работа, которую вы делаете, она не только нужна нашему отечеству. Без нее, собственно говоря, и нет общества, потому что все мы понимаем, что наши столы, наши магазины, наши продовольственные базы обязаны именно вашему труду. В данный момент в Тверской области продолжаются масштабные инвестиции в сферу АПК. До 26-го года планируется реализовать 21 проект с общим объемом капиталовложений более 60 миллиардов рублей. Это даст не менее 3500 новых рабочих мест. Кроме того, наряду с развитием крупных агрохолдингов, особое внимание уделяется мерам поддержки малого и среднего бизнеса. Таким образом, расширяется география комплексного развития сельских территорий Верхневолжья.